Самым важным критерием успеха и богатства является позитивное мышление. Для меня это самое важное. Если у тебя не будет позитивного мышления, у тебя не будет уверенности. Если у тебя не будет уверенности, у тебя не будет результатов. Потому что воспринимают только уверенных в себе людей. Деньги идут только к уверенным людям. А уверенность у тебя будет только тогда, когда ты будешь счастлив. Когда ты будешь светиться позитивом. Это притягивает людей. За таким вожаком идут люди, когда человек позитивен. Все знают, что такое позитивное мышление, но не все это применяют. Но если посмотреть в корень, человек – это существо социальное. Каждый человек хочет присоединиться к празднику жизни. Поэтому ездим на балы, на карнавалы, на дискотеки, в клубы, в рестораны. Потому что всех нас притягивает праздник жизни. И это должно идти из тебя, изнутри. Ты должен к этому привыкнуть, потому что только тогда к тебе притянутся люди, когда ты будешь излучать позитив. Делай вывод, для чего тебе нужно мыслить позитивно. Потому что в сетевом бизнесе ты должен привлечь людей. Ты их должен увлечь за собой. Ты должен мыслить позитивно, потому что за негативным человеком никогда никто не пойдет. Сегодня мне звонил один знакомый, жаловался на жизнь. Говорил, что он должен банку 50 тысяч долларов. И ничего не может делать, он не может двигаться вперед. Но если ты думаешь о своем долге или о том, что тебя тяготит, ты в этом застреваешь. Ты не избавишься от стресса, ты не избавишься от этого негатива. Ты должен просто смотреть в другую сторону. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно двигаться и смотреть в другую сторону. И делать постоянные стабильные поступательные шаги. Только тогда ты выйдешь из этого стресса и погасишь свои долги. Он говорит, я как могу двигаться дальше, если я должен. Меня это тяготит, я не могу встречаться с людьми. Но если ты не будешь встречаться с людьми, если ты не будешь делать свой бизнес, тогда ты еще глубже залезешь в эту жопу. Я в своей жизни трижды был банкротом. И выходил я из этих ситуаций не потому, что я думал о своей проблеме, а потому, что я действовал, действовал сейчас. Я не думал о своих долгах, я не акцентировался на своей проблеме. Я смотрел в будущее и действовал в настоящем. Это мне позволило подняться и выйти на новый уровень жизни. И стать успешным. И получить опыт, который мне позволяет дальше двигаться и не попадать в такие ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok